Друзья, всем здравствуйте, приветствую. Давайте знакомиться. Меня зовут Эдуард Васильев. Я являюсь предпринимателем, развиваю сетевой бизнес в сотрудничестве с компанией Ariflame. Приветствую всех абсолютно с разных регионов. Я знаю, что подключение у нас идет от Калининграда и практически до Камчатки. У нас есть и партнеры в Калининграде и Петропавловск на Камчатске, в самом конкретном, где мы, кстати, с моей супругой, с Натальей уже были. Итак, друзья, поставьте, пожалуйста, цифру 1 в чате, с кем мы видимся впервые виртуально, по крайней мере. Я буду понимать, что у нас есть новые люди, гости, с кем мы видимся впервые, кто вообще впервые оказался на подобной встрече. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 1. Посмотрите, да, в левом нижнем углу есть чат, там вы можете писать какие-то, то есть, вопросы по ходу встречи. Давайте сделаем так. Ирина, приветствую. Ага, Татьяна, Татьяна, Елена. Добрый вечер, добрый вечер. Светлана, Светлана. Замечательно. Давайте сделаем так. В принципе, встреча построена таким образом, чтобы дать ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Но если вдруг так получится, что к завершению встречи вы не получите ответ на какой-то вопрос, который вас волнует, вы его можете задать. Договорились? Но еще раз повторюсь, в принципе, встреча построена так, чтобы вы получили ответы на все вопросы. Основная тема сегодняшнего разговора будет касаться дохода, денег. Вот живем в материальном мире. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Сколько вам нужно зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Вопрос ко всем абсолютно, ко всем участникам. Напишите, пожалуйста, в чате циферку, сколько бы вы хотели в идеале зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя предельно комфортно. Старайтесь писать конкретно, потому что 100, это может быть 100 долларов, 100 тенге, 100 рублей. Понятно, да, идея? То есть, как бы сказать, 500 тысяч, 120 или миллион 200 не успел рассмотреть. 100 тысяч, 500 тысяч, ого, у кого-то миллион на данный момент. Отлично, хорошо, 300 тысяч. Ну, цифры такие, я так вижу, да, от 100 тысяч и более. Итак, как же сейчас зарабатывать такие деньги, доходы? Мы об этом поговорим с вами конкретно. Поехали тогда. Смотрите, первым делом, на что хочу обратить ваше внимание. Вы прекрасно знаете, я уверен, что каждый, может быть, из вас уже читал книгу Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока». Есть такие среди вас, кто читали такую книгу? Уверен, стопроцентно есть, да? Так, у меня, извините, один слайд перескочил. Первый способ зарабатывать деньги – это работать по найму. Вот график жизни выглядит примерно так, видите, да? Если вертикальный вектор – это доход, горизонтальный – это годы, то смотрим, мы рождаемся, идем в садик, в школу, в институт. Кто-то раньше, может быть, не идет в школу, в институт. Мы начинаем зарабатывать деньги. Ну, давайте возьмем примерно там 20 лет. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. Например, вам повезло, удачно вы начали зарабатывать, получать зарплату 100 тысяч. Кстати, скажите, пожалуйста, есть среди вас те, кто получают зарплату 100 тысяч? Вот если есть, можете смело ставить восклицательный знак. Если у вас есть зарплата по найму 100 тысяч, вы можете себе поставить восклицательный знак. И то, что вы подключились на эту связь, да, то есть это, ну, для меня это уважительно, значит, вы человек, который открыт всегда чему-то новому. Очень часто на своих встречах я задаю такой вопрос. Скажите, а вот в той сфере, где вы работаете по найму, есть вообще возможность получать такую зарплату? Вот кто работает по найму, скажите, пожалуйста, вот вы лично можете в своей области, по своей профессии получать зарплату в 100 тысяч? Вот я вижу, нет, 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 нет. Вот в своей области. Когда мне кто-то говорит, да, я говорю, а почему еще не зарабатываете? А почему тогда еще не зарабатываете? Почему еще не получаете зарплату 100 тысяч? Ну, тут несколько, да, может быть, причин. То есть первая причина, да, может быть, не зарабатываю, потому что, да, там есть начальник, которого надо куда-то убрать, так ли получается? Ну, и тут есть еще одна опасность. Если ты имеешь хорошую зарплату, подумайте, сколько людей спят и видят, как бы подставить тебя и занять твое место. Подумайте просто на секунду об этом. Однажды, да, если не кушать, то можно. Ну, давайте так, мы будем реалистичные примеры рассматривать. Понимаете, в чем дело? Вопрос, надежно ли это, стабильно ли это, а если подставят, а если уволят, а если это произойдет ближе к 50 годам, после 50 лет. Понимаете, согласитесь, в этом возрасте тоже тяжело найти другую работу, потому что молодые там, да, на пятки поднажимают. Хорошо, все нормально, ты с хорошей зарплатой до своей пенсии. Что в итоге? Ну, пенсионный возраст еще подняли, это отдельная тема, отдельная лирика. Другой способ есть для заработка, да, это работать на себя, открыть какое-то свое дело. Вот у ребят, которые работают на себя, у них график по-другому выглядит, совершенно. То есть они начинают, да, с минус. И в первые же там месяц, два, три в разном виде деятельности, разный период, уходят еще больше в минус. Это вам расскажет любой предприниматель. И потом, если все еще нормально получится, через какое-то время выйдут в плюс. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кому такое знакомо по личному опыту. Не вы слышали, не у вас знакомые есть, а есть здесь вот те, кто проходили этот график. И дошли ли вы к плюсу, да, вышли ли вы на плюс. Если да, то я вас поздравляю, вы вошли в состав 5-10% предпринимателей, которые в итоге, да, доходят до плюсов. Но большинство, увы, ребят, да, до плюсов не доходят, потому что у них из кредита в кредит, из кредита в кредит, да, то есть очень часто сезонность, да, зимой дело идет, летом стоит. Или наоборот, летом идет, зимой стоит. Ну и так далее, так далее, так далее. Как один мой знакомый говорит, у меня мое дело как плохая любовница. Я говорю, это как? Он говорит, понимаешь, вложено дофига, а удовольствия уже давно никакого. Поняли, да, идея? Вот у многих на самом деле такая ситуация. Вложено дофига, извините, да, за выражение, а удовольствия уже никакого не получаешь. И перспективы, ребят, довольно-таки мрачные. Я очень часто задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а какие у вас перспективы в будущем? Многие с опаской смотрят, потому что вообще неизвестно, что будет. Сетевые компании захватывают рынок. Дальше идем. Есть другой способ, само собой. Это создать свой бизнес, да, создать какое-то свое дело. Так, секундочку. Бизнес. Что такое бизнес, ребят? Вот правильный бизнес имеет три составляющие. То есть есть четкая система работы, есть сеть, не один магазин, а сеть магазинов. Есть команда, то есть ты не один. Если в работе на себя, ну, в мелком предпринимательстве, чаще всего и бухгалтер, и контроль, и управляющий, ну, и так далее, и так далее, все это ты в одном лице, то в бизнесе у тебя уже есть команда. Есть три вида бизнеса, вы это видите, да. То есть можно создать свою систему какую-то, бизнес-систему. Но для этого, вы прекрасно понимаете, нужны не только большие финансовые ресурсы, но еще нужны большие административные ресурсы в виде связей, да, связей высокопоставленных в каждом регионе. Можно купить готовую франчайзинг, франшизу, да, то есть есть такой вариант. Либо создать свой бизнес в сотрудничестве с MLM-компанией. MLM – это мульти-левел маркетинг, то есть многоступенчатая система, то есть продвижение товара. Мульти-левел маркетинг, то есть сетевой бизнес. Но мы для простоты будем сегодня с вами говорить, использовать слово сетевой бизнес. Так вот, друзья, вот самый ключевой момент в бизнесе – это умение создавать команды. Это вот основной, самый ключевой момент. И в сетевом бизнесе, на самом деле, нужно научиться, если по-простому объяснять, трем вещам. Это умение создавать команды, это умение строить сети и создавать системы, бизнес-системы. Вот мы, по большему счету, сами учимся этому и обучаем своих партнеров. Итак, есть, ну, как мы говорили, да, то есть разные франшизы, франчайзинги. Вы видите тут, ну, вот, несколько примеров, сколько это стоит. Ну, опять же, да, вопрос окупаемости – это еще все тоже относительно. Вот в чем плюс MLM, мы сейчас чуть позже поговорим об этом, конечно. Относительно своей системы, относительно франчайзинга. Давайте поговорим про инвестиции еще. Есть четвертый способ – это инвестиции. Вот тут очень часто многие совершают одну ошибку. То есть почему-то инвестициями называют спекуляцией. То есть, смотрите, ну, там, когда я слышу, да, я занялась инвестицией, я говорю, что это такое? Ну, там одна компания, я туда вложила денежку, и, в общем, я говорю, а куда вложила? Там какие-то золотые слитки, какие-то там земельные участки. Я говорю, скажи, пожалуйста, у тебя какое образование в плане инвестиций? Ну, какое образование? То есть не обязательно иметь образование. Ребят, запомните. Хорошие инвесторы деньги вкладывают в бизнес, поэтому лучшими инвесторами становятся те, у кого есть практический опыт развития бизнеса. Притом успешный опыт. Запомните. Еще раз. Поставьте восклицательный знак, если это понятно объяснилось. Кто такой инвестор? Вот мне когда пишут, сейчас частенько бывают молодые люди, я бы хотел, чтобы вы были инвестором моего проекта. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы знаете производное слово инвестор? Он говорит, ну как, это тот, кто вкладывает деньги? Я говорю, нет. Кто не знает, запишите. Инвестор переводится, то есть это еврейское происхождение этого слова, переводится как хозяин, если вы не знали. Инвестор – это хозяин. То есть когда ты ищешь инвестора, я говорю, ты давай-ка мне не надо вот этим умным словом, прямым текстом. Я ищу хозяина. Поняли, да? Инвестор – это хозяин. Итак, инвестициями, ребят, грамотные инвесторы, то есть они вкладывают в бизнес. Они не вкладывают в наймовых рабочих, они не вкладывают в мелких предпринимателей. Инвесторы вкладывают в стартапы бизнесов. Поэтому грамотные инвесторы – это не те, кто вкладывает золотые слитки и так далее, и так далее. Золотые слитки купить подешевле, какую-то акцию продать, ждать, когда она вырастет подороже – это спекуляция. Поэтому все нужно называть своими именами. Я надеюсь, это такой был маленький экскурс, чтобы было понятнее, да, что такое инвестиция. Итак, ребят, вот то, о чем пишет Киосаки «Квадрат денежного потока». Я вам сделал маленький экскурс буквально за 7 минут, я засек, да, то есть мы обговорили про эту тему. Вот есть левая половина квадрата, есть правая. Чем они отличаются? Левая половина квадрата, вот я раньше работал в «Газпроме». Образование у меня в Волгоградской газонефтяной, Московской академии Губкиной. И 8 лет я работал в главной компании ОАО «Газпром» по Поволжскому региону, филиал. Я работал по найму, да, у меня была более-менее относительно своего региона хорошая зарплата. Вот смотрите, у левой половины квадрата это работа по найму и малый бизнес. Деньги есть только пока работаешь. Вот работаешь, деньги есть. Перестал работать, денег нет. Понятно, да, идея? То есть ты свое время меняешь на деньги. Правая половина, чем она отличается? Да, они вначале тоже работают очень много. Поняли, да, идея? Они много работают. То есть, но один раз хорошо отработав, то есть они уже, их бизнес-система работает на них. Александр, ну, у нас сегодня тема не по инвестициям, поэтому давайте. Хороший вопрос, Александр, про учредителей. Это отдельно будет у нас тема. Договорились на наших бизнес-школах. Я с удовольствием буду рассказывать и про эти вещи. И также ваши наставники, кто вас пригласили, обязательно поделятся своим опытом. У нас сегодня немножко другое направление диалога. Но вопрос очень хороший, грамотный. Поехали дальше. Значит, левая половина квадрата, то есть работают за деньги, правая половина квадрата, то есть работают не за деньги, их задача, то есть создать бизнес-систему, и чтобы потом система давала и уже результат. Следующий момент. Вот левая половина квадрата по определению это квадрат, левая сторона, это квадрат бедных. Почему? Вот почему так? А потому что деньги есть только пока работаешь. А если уволят, а если сократят. Понимаете, да, в чем дело? И вы видите, я не буду зачитывать все, что на слайде, вы это прекрасно сами видите. 90% людей находится с левой половины квадрата, там всего лишь 10% всех денег, масса денег. Примерно 10% населения находится с правой половины квадрата, там 90% денег. Вот теперь смотрите, вот раньше, да, раньше это лет 15 назад на правую половину квадрата было практически невозможно перейти. Ну как можно было перейти? Это нужно было иметь просто экстра, да, то есть личные качества какие-то определенные. Нужны были, опять же повторюсь, хорошие связи административные, чтобы создать свой бизнес. Но это было очень сложно. Либо надо было просто элементарно удачно жениться, либо выйти замуж. Кстати, ребят, можно не усложнять сейчас, да, можно отключиться. Если у вас есть возможность удачно выйти замуж, либо жениться на представителе правой стороны квадрата, то вам может быть и не нужен этот вебинар, кстати. Вот, ну, тоже опасно, ребят, сегодня ты вроде бы в тренде, а завтра ты можешь оказаться уже не в тренде. Поняли, да, идея? Красота увядает, ну и вкусы могут у той второй половины измениться. Но вопрос не в этом. Так вот, вот сейчас, ребят, сейчас на правую половину квадрата, чтобы перейти, это намного проще. То есть сетевой бизнес дает такую возможность. Но вот чтобы перейти на правую половину квадрата, Киосаки задает самый правильный вопрос в своей книге. Как вы думаете, что нужно, чтобы перейти на правую половину квадрата? Мне многое говорят, там, ум, качество определенное и так далее, и так далее. На самом деле нет. Ответ очень простой. Нужен наставник. Вам нужен человек, который уже на правой половине квадрата получил результат. Поняли, да, идею? Бизнесмены традиционного бизнеса, им ученики, ну давайте откровенно, нафиг не нужны. А вот в сетевом бизнесе есть уже плеяда успешных наставников. Так что вот на это, обратите, пожалуйста, внимание, наставник нужен для того, чтобы успешно перейти на правую половину квадрата. Это, ну, не единственное, но основное условие успешного перехода на правую половину квадрата. Не путайте только советник и наставник. Советник это тот, кто много книг прочитал, никаких результатов не имеет. А наставник это тот, кто уже получил результаты в разряде крупного бизнеса. Хорошо, поехали дальше. Теперь следующий момент, очень важный момент. Сейчас, секундочку. Три вопроса. Вот эти три вопроса я вам рекомендую. Либо сфотографируйте этот слайд, да, либо перепишите, если вы переписываете. Задайтесь всегда вопросами. Вот вы сейчас получаете какой-то определенный доход. Поступает ли тебе доход 24 часа в сутки? Деятельности, которым ты занимаешься. Не важно, сколько ты зарабатываешь, но этот доход ты получаешь 24 часа в сутки или ты его получаешь только за счет того, что ты, вот, работаешь. Дальше. Платят ли тебе за один раз отработанный час много-много раз? И будет ли тебе поступать доход, ну, когда тебя не станет, точнее, не тебе уже, да, а твоим наследникам? Понимаете, да, в чем дело? Вот у меня отец был зам генерального директора в одном предприятии. Он не дожил до пенсии. Ну, смотрите, его не стало. И даже те деньги, которые отложились в пенсионный фонд, то есть ни я, ни мой брат, ни моя сестренка, мы не получили эти деньги. Понятно, да, идея? То есть ничего от его вида деятельности мы не получаем. Вот чем классен сетевой бизнес? Здесь, смотрите, ты не получаешь доход от усилий тебя одного. Если у тебя в команде 10 бизнес-партнеров, то в твоих сутках не 24 часа, а 240 часов. Если у тебя в команде 100 бизнес-партнеров, то у тебя в сутках не 24 часа, а 2400 часов. Понятно, да, идея? Следующий момент. Даже если, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, с тобой что произойдет, то ты будешь доход получать от созданной команды, понимаете, в чем дело? Точнее, не ты, ну, вдруг тебя, если не стало, то продолжатели твоего рода. Вот таким вот образом. Следующий очень важный момент, ребят. Так, звук глючит, да? Друзья, неужели у всех глючит? Поставьте восклицательный знак, у кого хорошо со звуком, или это у всех так со звуком. Пропадает, да? Пропадает. Вот плюс, это что значит? Да, это что значит? Временами пропадает звук. Ёх ты. Очень плохо. Очень плохо, что звук пропадает. Давайте так сделаем. Я сейчас на секунду отключусь, переключусь. Хорошо? Чтобы звук все-таки не пропадал, потому что информация важная. Вот сейчас, я уверен, должно быть, сейчас все будет, да. Сейчас все должно быть хорошо. Итак, давайте быстро пробежимся вот по этим слайдам. Хорошо? То есть, обратите внимание, насколько перспективен сетевой бизнес сейчас вообще. То есть, обратите внимание, я цифры не буду зачитывать, вы их видите на слайде. То есть, товарооборот индустрии сетевого бизнеса составляет почти 200 миллиардов долларов, ребят. Это в мире. Я хочу обратить ваше внимание. Хорошо? Вы видите, для сравнения, какой товарооборот индустрии в разных индустриях остальных. Это итоги 2017 года. Но 2018 год еще не завершился. То есть, вот эти цифры на самом деле впечатляют. Какие перспективы в нашей стране? Вот давайте смотреть. Товарооборот, например, в Соединенных Штатах сетевой индустрии, сетевой, порядка 35 миллиардов. Вы видите, да. Китай какой товарооборот, Корея, Германия, Япония. В России на данный момент товарооборот индустрии сетевого бизнеса около 3 миллиардов. И все тенденции показывают, если вот сравнительный анализ делать роста, например, даже мы берем косметического рынка, то компании сетевого бизнеса, которые работают с косметикой, растут намного быстрее, чем ритейл, чем товарооборот косметических компаний, которые продвигают свои товары через магазин. Почему так происходит? Ребят, сейчас покупатель становится умнее, покупатель становится грамотнее, покупатель не готов переплачивать за красивую обертку магазина, за длинноногих продавщиц, за охранника, который... Вот это я вообще никогда не приму, я захожу в магазин, покупать, не воровать, но я понимаю, что в товар заложена оплата охранника, который охраняет меня, от чего вопрос, не поняли, да, идея? То есть вот это вот в голову у меня никогда не придет до сих пор, потому что это лишние переплаты, ребят, покупатели становятся все умнее, умнее, умнее. Вот поставьте восклицательный знак, кто согласен с тем, что вы, как покупатель, становитесь умнее, драмотнее, уже избирательнее, да, поэтому сетевой бизнес, он все больше и больше набирает обороты. Это факт, друзья. Следующий момент. Возрастные категории, посмотрите, да, возраст от 23 до 37 лет. Сетевой индустрии от общей массы всех зарегистрированных это примерно 37%. Возрасте от 38 до 52 это 34%. И в возрасте от 53 до 73 это 27%. Вот вы можете посмотреть примерно свою возрастную целевую аудиторию, понимаете, да, в чем дело? То есть, ну, примерно, вот, да, одна треть, да, каждого. Дальше идем. Следующий важный момент. Вот, ну, в одном из недавних журналов Forbes была целая статья про сетевой бизнес. И журнал Forbes приводил 7 факторов, почему будущее за сетевым бизнесом. Первое. Идет старение населения, ну, дольше, вот так можно сказать, да. Мы все равно по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаем жить дольше. Да, там, может быть, мы не сравнимся в нашей стране, да, то есть, с какими-то более благополучными странами, но в любом случае, то есть, мы растем, то есть, дольше живем. Второй момент. Пенсионный возраст поднимается, ребята, обратите внимание. Следующее. Качество компаний. То есть, качество сетевых компаний с каждым разом все круче и круче. Конкуренция среди сетевых компаний тоже повышается, а конкуренция всегда ведет к улучшению качества. Четвертый фактор, который в плюс сетевому бизнесу. Идет ухудшение на рынке труда. Скажите, человеческий труд дороже становится или дешевле? Да любой нормальный человек скажет. Да, конечно, удешевляется человеческий труд. Понимаете, в чем дело? Любые, все компании думают только об одном. Как снизить затраты, то есть, на сотрудников? Потому что, ну, легче автоматизировать что-то. Пятый фактор, очень важный. При этом, все больше и больше людей, которые работают по найму, хотят иметь гибкий график работы. Вот поставьте восхитительный знак тех, кто работают по найму, и это одна из ваших тоже мотиваций есть. Хочется, ведь согласитесь, да, все большему и большему количеству людей хочется иметь более свободный стиль жизни. Следующий, шестой пункт, который в плюс сетевым компаниям. Это развитие сетей, то есть, развиваются именно сетевые компании. Ну, и следующий пункт, мы уже об этом сказали, рынок завален продукцией, сейчас нет дефицита. И еще раз повторюсь, покупатель становится все грамотнее и умнее, поэтому сетевые компании, они предлагают более качественный товар. Ты не знаешь, что ты покупаешь в магазине, ты можешь купить подделку. Следующий момент, вот я всегда говорю, ребят, вот такие люди, но они не могут ошибаться. Я не буду зачитывать, что говорит Уоррен Баффет, да, но его ответ очень четкий. Будущее за сетевыми компаниями. И в его портфеле инвестиций более 10 уже сетевых компаний. В его личном портфеле инвестиций. Это уже о чем-то говорит. Дональд Трамп, известная, да, личность, не только как президент, да, то есть нынешний. Самое главное, он успешный предприниматель. Однажды он сказал на одной из передач очень четкую вещь. Ему задали вопрос, что бы вы сделали, если бы пришлось все начать сначала в бизнесе. И он ответил, я бы нашел хорошую компанию сетевого маркетинга, у которой имеются отличные системы поддержки и обучения. Зал, зал, ну, рассмеялся на это. А Дональд Трамп после паузы сказал, это именно та причина, по которой вы сидите там, а я сижу здесь на сцене. Понятно, да, идея? Следующий момент. Цифры и факты, вы их видите. Все больше и больше компании начинают использовать методы сетевого бизнеса продвижения товаров. Обороты сетевых компаний ежегодно растут на 20-30%. Это общая тенденция мировая. И это намного больше, чем ритейл. Долларовых миллионеров в Соединенных Штатах мы берем, потому что там больше локаций, да, сетевых компаний. Уже 20% долларовых миллионеров в Соединенных Штатах – это выходцы из сетевого бизнеса. В России это только-только набирает обороты. И, ребята, обратите внимание, все эксперты полагают, что буквально в течение ближайших 50 лет порядка 70% всех компаний будут использовать концепцию сетевого маркетинга для продвижения товаров либо услуг. Сейчас произвести товар не проблема. Основная задача – реализовать его. При этом есть лохотроны пирамиды и хайп-компании, которые маскируются под сетевые компании. Это не только в сетевом бизнесе. Вот я привожу очень часто такие примеры. Скажите, среди строительных компаний есть компании лохотроны? Вот скажите, среди строительных компаний есть компании лохотроны? Есть, конечно. Они создаются только под лохотронскую какую-нибудь систему, то есть среди строительных компаний. Любую отрасль возьмите. Есть среди строительных компаний, которые вроде бы и деньги берут и строят, но некачественно. То есть строят так, что они не оправдывают тех обещаний, которые давали. А скажите, а есть среди строительных компаний, их немного, но честные компании, правильные компании, которые работают по правильным принципам? Есть. И вы возьмете любую область, любую отрасль, не только сетевой бизнес. Там везде есть вот эти три категории. Скажите, есть, но, извините, среди преподавательского состава лохотроны, лохотронские преподаватели, которые, понимаете, они повинность как будто отбывают. Понимаете, в чем дело? Дурят, да, стараются обдурить там и своих руководителей, ну и так далее, так далее. Есть, понимаете, в любой области есть такие вещи. Так вот, мы сейчас говорим про лохотронские пирамиды, хайп-компании, которые маскируются под сетевой бизнес. Два вопроса, которые нужно всегда себе задавать. Стал бы я покупать это, если бы тебе не надо было на этом зарабатывать? Ну, например, да, вот человек говорит, блин, такой проект, такой проект. Я говорю, что за проект, расскажи. Блин, там вот вкладываешь там золотые слипки там или какая-то компьютерная программка. Я говорю, стоп, 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 давай убери эмоции, скажи, пожалуйста, ты бы стал это покупать, если бы тебе на этом не надо было зарабатывать? Без эмоций сейчас. Он такой, понимаешь? Я говорю, второй вопрос. Если прекратится набор людей вот туда, с чего будут выплачивать деньги? Потому что в лохотронских пирамидах, в лохотронских схемах, деньги выплачиваются из денег вновь прибывших. Понятно, да, идея? То есть это лохотронские пирамиды. В такие вещи, в хайп и в лохотроны попадают две категории людей. Дураки и сволочи. Что значит дураки? Объясню. Это люди, которым деньги нужны по срокам еще вчера. Ребят, поставьте плюсики, если понятно это объяснил. Понимаете, это люди, которые на вид умные, но у них разум забит тем, что эмоции преобладают, потому что деньги нужны не сегодня. Им деньги еще вчера были нужны. Поэтому им надо как-то вот какую-то схемку, лишь бы вот быстрее заработать. Знаете, в чем дело? И они попадают на крючок. Поэтому такие люди не переведутся, поэтому лохотроны будут всегда процветать в определенный момент. Что такое хайп-компания? Хайп-компания у них вроде бы есть продукт, но как выявить вот эту хайп-компанию? Хайп-компания, они существуют от года максимум до 7-8 лет. Ну, 10 это максимум потолок. Предлагают сверхприбыль, продукция искусственной необходимости, ассортимент минимальный и не обновляется практически. Дальше нет долгосрочного обучения, потому что в хайп-компаниях не нужно долгосрочно обучать человека. Его не нужно обучать серьезно, его надо обучить только одной вещи – как привлекать других людей. Все. Там не обучают лидерству, там не обучают тайм-менеджменту, там не обучают позитивному мышлению, там не обучают долгосрочному планированию. В хайп-компании это не нужно, ребят. Юридически все мутно оформлено, понятно, да, идея? И стараются вербовать сетевиков, понятно, потому что это краткосрочный проект, быстрее урвал, ушел и так далее, и так далее. Кто туда попадает в хайп-компании? Люди, у которых, ну, низкий порог, уровень принципов, личных принципов. Я всегда говорю, это те, кому по барабану до личной репутации. Ну, бог им судья. Итак, с этим понятно, ребят, поставьте восклицательный знак по поводу вот хайп и лохотронов. Они есть, так же, как в любой сфере. Поехали дальше. Итак, какие инструменты, помощники? Очень хорошо можно компании проверить. Вот посмотрите первый сайт, investing.com. Вот если вы зайдете туда и проверите компанию Арифлэм, например, вы увидите, что на данный момент, например, капитализация компании Арифлэм более 12 миллиардов евро. То есть там можно найти все компании, которые имеют, то есть официально зарегистрированные, то есть на бирже. А чтобы на бирже иметь аккредитацию, да, то есть регистрацию на законных биржах, там должна быть полностью вся бухгалтерия прозрачная. Там черной бухгалтерии не может быть. Дальше. Сайт ассоциации прямых продаж, то же самое. Туда не попадают компании, то есть у которых, ну, какие-то проблемы, огромные проблемы с аккредитацией. Дальше. Вот наша компания Арифлэм, сразу забегая вперед, скажу, работает только легально. На сайте Арифлэм есть вся информация. Арифлэм.com. Вы можете увидеть всю информацию официальную по финансовой прибыли, у кого сколько акций, ну и так далее, так далее. Следующий момент. Менеджер сетевого бизнеса, эта профессия внесена в государственный реестр, профессия Российской Федерации. Есть официальный праздник 11 декабря. Можете пометить себе вот эти моменты. То есть это все уже пришло, друзья. Почему мы выбрали компанию Арифлэм? Ребят, первое, да, когда мы смотрели на компанию-партнер, доверие компании. То есть компания надежная, насколько она надежна. Компании Арифлэм более 50 лет. Мы смотрели на официальность, чтобы компания была официальная. Нам важно было, чтобы у компании была доставка логистика по всему миру. Почему это важно, сейчас чуть позже еще более подробно раскрою. Работать лучше в компании-производитель. Зачем работать в компании-посреднике? Компания должна быть международной. Почему? Потому что если компания локальная только работает в России, это очень опасная штука. Если, не дай бог, тряхнет и так далее, то может все развалится. Не может, а развалится все моментально. Вот тут сразу соотнесу, да, по поводу патриотов, лже-патриотов я называю. Когда я встречаю людей, которые говорят, как там, надо работать в российской компании. Я говорю, а почему надо работать только в российской компании? Да мы же патриоты. Вы, ты что, не патриот? Я говорю, знаете, вот дам рецепт против таких патриотов. Глядя в глаза, я говорю, только не отводите глаз, вот смотрите на меня сейчас и дайте мне быстрый ответ. Скажите, пожалуйста, уважаемый патриот, какой марки холодильник у вас дома? Только в глаза смотрите и отвечайте. Какой марки телевизор у вас дома? Какой марки у вас стиральная машина дома? Какой марки у вас утюг дома? Я говорю, люди отводят глаза сразу. Я за него отвечаю сразу. Я говорю, знаете что, у вас холодильник должен быть, свияга, у вас телевизор должен быть, горизонт, а стиральная машина, вятка автомат. Почему же вы вот этот патриотизм поворачиваете только так, как вам нужно? Ребята, понимаете, в чем дело? Патриотизм заключается в другом. Я говорю, сделайте за свои деньги ремонт в своем подъезде. Человек говорит, а почему я? Я говорю, а почему не вы? Вы же патриот. Понимаете, вот моя теща любимая, Мария Анатольевна, на деньги, заработанные в компании Арифлейм, сделала ремонт в своем подъезде, в пятиэтажном доме. Понимаете? И она сказала, а почему не я? Ну, поняли, она заработала в Арифлейм деньги. Да, она пенсионерка, но на деньги, заработанные в Арифлейм, она сделала в пятиэтажном подъезде в своем ремонт. Краску купила, белила купила. Понимаете, да, в чем дело? То есть собрала подъезд, и они все это отремонтировали. Понимаете? Вот это я называю патриотизмом. Кто согласен с этим? Поддерживайте, ребят. Следующий момент, на что мы смотрели. Бренд должен быть узнаваемым. То есть это должен быть узнаваемый бренд, чтобы было доверие к продукту. Следующий. Продукт должен быть явно востребованный. Понимаете, в чем дело? Когда вот с молодыми ребятами разговариваю, там, ну, вот иногда мне говорят, вот, мне там удобнее с компьютерными программками работать. Я говорю, понимаете, в чем дело? Ты, когда создаешь бизнес, или хочешь создать бизнес, должен думать не про комфортность продукта для тебя. Ты должен думать о том, какой процент населения нуждается в этом продукте. Понимаете, в чем дело? Люди мылись, моются и будут мыться. Практически 100%, да, за минусом, там, определенного сегмента, да, там, бомжей и так далее, нуждаются, то есть в средствах ухода. Цена-качество должно быть обязательно. Ассортимент должен быть высокий. То есть вот это все есть компания репортажным, ребят. Более 60 стран мира, где работает компания. Товарооборот, компания-миллиардер, ребят. Это богатая компания. Почему это важно? Смотрите, если компания маленькая, у нее себестоимость высокая на продукт. Ну, смотрите, компания маленькая, они, ну, выпускают, грубо говоря, у них товарооборот там 2 миллиона. У компании Reflame 2 миллиарда. Скажите, у кого себестоимость продукта ниже? Ну, раз себестоимость ниже, то, соответственно, дельта прибыли выше. Значит, у компании больше прибыли и больше денег на акции, на всеразличные программы и так далее, и так далее. Вот это нужно понимать. Чем богаче компания, тем выше ее прибыль за счет вот этой разбивки, да, между себестоимостью продукта. Следующий момент. Бренд известный, Reflame, раскрученный бренд. Знаете, когда мне кто-то говорит, да, о, Reflame, тар-та-та. Я говорю, знаешь, что? Вопрос. Что тебе конкретно, Reflame, сделал плохого? Би подкола, задаю вопрос. Ни один мне еще ни разу ничего сказал. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Ты не надо по слухам или еще что-то. Давай сделаем так. Я тебе расскажу, как на самом деле обстоят дела, да, что на самом деле предлагает компания Reflame. А ты мне в конце встречи сам скажешь, да, знал ты об этом или нет. А делать выводы на основе, одна бабка сказала, ну, это, во-первых, то есть, вообще, ну, не совсем умно будет. Доход у компании Reflame через банк официально 17 раз в год. Мы платим официально налоги, друзья. Это официально. Мы получаем готовый бизнес под ключ. Здесь 4 автопрограммы, здесь 4 вида международных конференций, полностью 100% оплаченных от компании Reflame. Это очень важный момент. Теперь немного расскажу конкретики, что, с чего нужно начать и что конкретно предлагает компания Reflame. Вот тут на этой фотографии вы видите нас. Посередке Наталья Васильева, моя супруга. С одной стороны вы видите меня, ну, версия, да, многих лет назад. С другой стороны мой родной брат Александр Васильев. Вот такими мы пришли в этот бизнес. Мы не знали, что такое постановка цели. Мы не умели планировать, мы не понимали многих правил команды образования. Но у нас было одно. Это страстное желание жить лучше. Поставьте плюсик. Кто, вот, чувствует то же самое. Пока не все знаю, не все умею, но хочу жить лучше. Вот есть среди вас такие? Это самое главное, друзья. Это самое главное. Потому что, если у тебя есть страстное желание жить лучше, изменить свою жизнь и жизнь близких, то всему остальному научиться не проблема. Научиться можно. Самое главное иметь это желание. Итак, что в итоге? Вот мы с этим желанием стартовали и начали действовать по методу. Знаете, вот мы проходили метод лизнуть железку, я это называю, да? Как понять, что не надо зимой лизать железки? Лизнуть, понять, что нельзя. Вот мы методом проб и ошибок развивались. Многим из наших партнеров, кто сейчас стартует, им намного проще, потому что есть уже готовая система, построенная на тех ошибках, которые мы уже до вас сделали. Поэтому вам не нужно совершать эти ошибки. Вы берете эту готовую систему и начинаете действовать уже по этой отлаженной системе. Поэтому ваш рост будет намного быстрее, чем мы росли по карьерной лестнице компании Reflame. Что в итоге получилось? Ребята, я вам сразу могу сказать. В итоге получилось даже круче, чем мы планировали. То есть я не думал, что мы будем так жить. То есть у нас шикарные автомобили. Ну, сейчас расскажу, да, про некоторые моменты. Вот, например, у меня была мечта про автомобиль Mercedes, ну, купешный автомобиль. И вот Наталья мне подарила такой автомобиль. Ну, как подарила, да, это наш семейный бюджет, но она настояла, чтобы мы купили вот этот автомобиль. И я получал огромное удовольствие от езды на этом автомобиле. Понимаете, мечты нужны для того, чтобы их осуществлять. Ребята, ставьте восхитительный знак, кто согласен с этим. Поэтому я призываю вас, знаете, возьмите лист бумаги, соберите свою семью и начните, вот разделите лист пополам. С левой стороны начните писать все, что вы хотели и хотите. Все мечты, которые вы, может быть, куда-то спрятали в глубину своей души. Понятно, да, идея? Может быть, все то, что вы запретили себе хотеть. Вот начните писать все это. А напротив каждого желания, сколько это стоит? Если у вас есть дети, попросите детей, чтобы они озвучили все, что они хотят. Вот дети вам помогут этот список увеличить в разы, ребят. Понимаете, да, в чем дело? Вот есть одно определение. Деньги – это чеканенная свобода. Сейчас мы... Ребята, я в деревне родился, в деревне Байсубина Красноармейского района. Понимаете, в чем дело? Я знаю, что такое на таку работать. Я знаю, что такое трехкилометровые пять грядок светлые полоть. Я знаю, что это такое. Ну, вот сейчас представьте, да, мы достраиваем свой дом на Новой Риге в Москве. И у нас очень крутые соседи. Например, артист Чадов Господин, да, то есть он теперь один из наших соседей. Очень многие звезды, эстрады, предприниматели сейчас наши соседи. Понимаете, в чем дело? И это люди, которые не пафосны. Вы знаете, многие из них трудяги в хорошем смысле этого слова. Понимаете, в чем дело? Много таких людей. Потому что если вы хотите доказать, что большие деньги только в руках плохих людей, вы будете искать только эти доказательства. Но если вы хотите найти людей добропорядочных, позитивных, добрых, которые делают добро большими деньгами, вы найдете таких людей. Понятно, да? Что ищешь, какие подтверждения хочешь найти, такие и найдешь. Следующий момент очень важный, да. Мы дали своему сыну шикарное образование. Скажите, кто хочет дать детям образование, не исходя из того, сколько вам денег хватит, а исходя из того, какое лучшее образование. Вот, знаете, в свое время наши наставники говорили, я не поверю, что вы своих детей любите меньше, чем мы своих. Кто хочет дать своим детям шикарное образование? Вот наш сын, например, да, получил образование в британском колледже, ребят. Это дорогостоящее образование. Понимаете, в чем дело? Это денег стоит. Почему мы дали это образование? Я вам сразу обосную. Не потому, что там пафос или еще что-то. Вот мне нравилось две вещи вот в этом образовании. Первое. Там не было отметок 2, 3, 4, 5. Там было только два вида отметок. Выполнено, сделано, либо не выполнено. То есть там не было... Вот знаете, я никогда не пойму сейчас отметку 4. Вот что такое отметка 4? Это чуть-чуть говно. Понимаете, в чем дело? Чуть-чуть нехорошо или как? В итоге, я считаю, вот из-за этой системы отметок 1, 2, 3, 4, это не то, не сё. А там было, либо ты хорошо сделал, если не хорошо, то не сделано. Все, точка, ребят. И он 3 года учился вот этому. Либо ты делаешь, либо ты не сделал, но тогда извини тебе. Поняли, да, идея? И второй момент, что нам понравилось в этом образовании. Он освоил профессионально, то есть английский язык. Это причина... Это стоит денег, ребят. Есть вещи, о которых я не мечтал, например. О перелетах на частных джетах, да. Это осуществилось стоп-менеджментом компании. То есть мы даже не думали, что мы будем получать бонусы и чеки вот такого формата. Но знаете, что мне здесь нравится? Здесь никто не будет смотреть на длину твоих ног, на то, какое у тебя образование и так далее. Маркетинг-план компании Reflame предельно прозрачный. Все четко видно. Здесь еще раз повторюсь. По барабану, какое у тебя образование. Неважно, из деревни ты, из города. Умный ты, не совсем умный. Высокий IQ, невысокий IQ. Самое ключевое, да, это твое желание осваивать новые навыки, учиться новому и сразу применять это в деле. И получать конкретные результаты. Здесь есть возможность путешествовать. Ребят, мы уже с компанией Reflame побывали около в 50 стран мира. Скоро будет 50. Вот поставьте, пожалуйста, там, я не знаю, любые значки, кого драйвит путешествие. Вот эта фотография, например, сделана в Мексике в 2007 году. Это Акапулька, ребят. Представьте, январь месяц. Перелет из снежной Москвы в солнечную Мексику. Побережье, где отдыхают долларовые миллионеры. Рядом с этим отелем, где мы жили, вилла Антонио Бандераса и Сильвестра Сталлоне. Рядом. Вот она сказка. Вы знаете, одна из любимых фоток, это не то, что я здесь изображен. Знаете, в чем фишка этой фотографии? Эта фотография была сделана в понедельник в 8 утра. В понедельник в 8 утра. Это Сингапур. 57 этаж. Самого дорогого отеля Marine by Sun. 57 этаж. В понедельник в 8 утра. И вы знаете, я в этот момент сидел вот на краю этого бассейна. И я понимал, что если бы я в свое время не сделал бы правильный выбор, то сейчас в понедельник в 8 утра я был бы на нелюбимой работе. За нелюбимую зарплату. И я бы ждал быстрее пятницы, чтобы выпить или там куда-то пойти потусить, чтобы забыться от этих пяти неприятных дней. Понятно, да, идея? Ребята, я хочу пожелать вам, хотя еще не закончился вебинар, чтобы вы в будущем, путешествуя с компанией Replay, обязательно сделали свою фотографию в понедельник в 8 утра в каком-нибудь шикарном месте. И вот сегодня, только сегодня, да, вот буквально за несколько минут до начала этого вебинара мы получили авиабилеты на поездку. В январе мы летим в Австралию. В Австралию на международную конференцию компании Replay. Представьте, перелет Москва-Дубай, Дубай-Сидней, Сидней-Золотой берег, потому что это будут две конференции, исполнительные и бриллиантовые. Мы вначале будем несколько дней на самом богатом побережье Австралии. Он называется «Золотой берег», можете посмотреть о нем. А потом оттуда перелет в Сидней обратно, и там уже будет бриллиантовая конференция. Ребята, я простой деревенский парень. Смог это. Это сможет любой абсолютно. Для этого нужно одно главное. Это твое страстное желание. Что делать, сейчас буду рассказывать. Запомните, не будет никогда идеального времени, чтобы начать. Не будет никогда, ребят. В один момент вы слишком молоды, потом вы уже старые. У вас в один момент маленькие дети, потом они большие, и вы не думаете, что там меньше будет проблем. Вы в какой-то момент слишком устали, потом что-нибудь слишком занятое. Не будет идеального момента. Если вы будете всегда ждать идеального момента, запомните, нет репетиции у этой жизни, нет. Она одна и сразу генеральная роль. Сразу же. Поэтому ты не можешь открутить время назад, но сегодня ты можешь изменить свою жизнь. Можно ли за один день изменить жизнь? Нет, нельзя. За один день нельзя. Но за один день можно изменить направление своей жизни. Какое сегодня число? Запишите себе. Вот сегодня, 28 ноября, 29 вернее, ноября, вы можете изменить направление своей жизни. И в итоге прийти совершенно к другому результату. И вот я каждый раз начинаю презентацию вот этим примером. Я говорю, сколько ты сейчас зарабатываешь? Посчитай, сколько стоит твой час. Считать очень легко. Надо считать не с 8 до 5, если ты работаешь, прибавляй еще как минимум час на дорогу. Ты с 7 до 6 вечера занят. Потому что в 7 ты уходишь на работу в лучшем случае, в 6 возвращаешься. Это примерно 242 рабочих часа в месяц. Понимаете? Если твоя зарплата 30 тысяч, то твой час стоит 124 рубля. Вопрос, сколько из этого твоих денег? Очень многие говорят, это все мои. Я говорю, ты уверен? А сколько из этого ты платишь за квартиру, за питание, за связь, за транспорт, за детей, садик, школа? Вопрос, сколько тебе после этого остается? Многие мне говорят, я еще должен остаюсь. Так вот, ребят, когда вы оплачиваете за квартиру, за питание, за все это, вы платите не деньгами. Вы платите временем своей жизни. С одним парнем общались. Я говорю, смотри, твой час стоит 124 рубля. Это его пример. Он платит за аренду квартиры 10 тысяч рублей в месяц. Я говорю, Вере Ивановне, конкретно Вере Ивановне, он платит 124 рубля. Вернее, что он платит? В месяц 10 тысяч. Разделите на 124 рубля, это 80 часов. Я говорю, ты 80 часов своей жизни отдаешь Вере Ивановне. Понимаете, в чем дело? Вы рассчитываетесь временем своей жизни. Если работаете по найму, либо работаете на себя. И вот компания Reflame, знаете, что здесь хорошо? Она предложила маркетинг-план для любой планки, для любого уровня амбиций. Просто вам нужно посмотреть на свой уровень амбиций, на свой уровень желаний и потребностей. За что здесь в Reflame платятся серьезные деньги? Посмотрите. Нам серьезные деньги платят за создание директорских команд. Как их создавать? Мы обучаем этому. Есть для этого четкая система обучения и сопровождения. Вот на этом слайде. Я сейчас не буду пробегаться по каждой ступеньке. Кому интересно, сфотографируйте. Потом посмотрите очень внимательно. Просто приведу пример. Если вы... Что такое директорская команда? Это если вы создали групповой товарооборот, командный товарооборот 300 тысяч, то вы получаете статус старшего менеджера. Ваш годовой доход в этом случае составляет порядка 330 тысяч рублей в год. Если вы этот результат подтвердили 8 раз подряд, то есть показали, что это не случайный результат, в этом случае вы получаете статус директора. Ваш доход более 500 тысяч. Вы получаете разовый бонус 1000 долларов. А вот дальше, когда вы стали директором, ваша задача передавать этот опыт своим партнерам, доводить их до этого результата. И в зависимости от того, сколько у вас будет директоров, вы увидите, вы будете получать соответственный статус и соответственно вознаграждение. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот я, когда увидел смысл этого бизнеса, несколько ночей спокойно уснуть не мог. Ты здесь станешь, например, золотым директором только в одном случае, если поможешь двум людям выйти на доход в 500 тысяч в год. Ребята, я когда понял смысл этого бизнеса, я несколько ночей уснуть не мог. Тут нужно думать не про свой доход. Тут нужно думать про доход других людей. Вы знаете, почему сетевой бизнес очень круто развивается сейчас в наших регионах? Скажите, пожалуйста, к вам приехали друзья, близкие, родственники. Скажите, кто из вас, ну, места не хватает всем спать, кто из вас будет, ну, там, условно на полу спать, а ваши близкие на кровати либо на диване? Дайте обратную связь. Вы поняли, о чем я говорю? Мы всегда отдаем лучшее другому. Это в нашей культуре заложено. У большинства людей так. Вот это в традиционном бизнесе тебе не поможет, а в сетевом поможет. Тебе здесь надо думать не про свой результат, а про результат тех людей, кого ты пригласил. И вот это первый секрет и ключевой секрет, почему кто-то преуспевает, кто-то нет. Нет, поймайте себя на мысли. Если вы в первую очередь, если вы в первую очередь смотрите на свой результат, вот она причина, почему, может быть, вы не растете так, как надо. Если вы в первую очередь смотрите, как помочь мне моему человеку вырасти, вот это гарантированно даст вам офигенный рост в этом бизнесе. Бизнес не для эгоистов. Арифлейм дает великолепную автопрограмму, ребят. Их четыре, четыре автопрограммы в этом бизнесе. Напишите, какую марку автомобиля вы предпочитаете. Вы можете выбрать тот автомобиль, который вы хотите. И компания, что самое интересное, по VIP-программе еще оплачивает страховку этого автомобиля. Как мы говорили, бонусная программа. Компания выплачивает четко за развитие директорских команд. Видите, если у тебя 3000 долларов премия, то это означает, ты помог трем людям стать директорами. Если у тебя премия 4000 долларов, ты помог четверым людям стать директорами. Все очень просто считается. Путешествия. Мы говорили об этом уже. Четыре вида конференций в компании Reflame. Следующий момент, очень важный. Теперь, что такое BMD-21? Это название нашей команды. Команда, бизнес-модель 21 века. Когда мне кто-то начинает говорить, ну какая разница, это же все одно Reflame. Я говорю, ну это знаешь, это как в футболе. Скажи, какая разница между командой, ну например, да, Juventus, Zenit и команда Volga, там город Новочебоксарск. Есть разница? Говорят, есть. Я говорю, ну какая разница? Они же все футбол гоняют, круглый мяч. Есть разница. Понимаете, в чем дело? Вот я не побоюсь этого слова и скажу, что команда BMD-21, это как швейцарские банки в банковской сфере. Это как красивые женщины в странах СМГ. Это команда BMD-21. Все лучшее здесь собрано. У нас есть четкая система развития, четкая система обучения. Компания Reflame, наш партнер, стратегически важный партнер. Компания Reflame предоставляет нам полную поддержку административного характера. У компании готова логистика. Ребят, задумайтесь, у вас не будет болеть голова, как доставить товар до своих партнеров на Камчатке, как доставить товар до партнеров в другом регионе, в другой стране. Вы получаете готовый маркетинг-план. Вам не надо будет его выкупать, как франчайзинг. Понимаете, в чем дело? Вы не платите за этот готовый маркетинг-план. Какие есть вложения? Сейчас мы поговорим об этом. Есть вложения, конечно же. Вот они показатели нашей команды. Я не буду зачитывать каждый показатель, но больше всего меня радует. Практически 30% нашей команды – это семейные пары. Это не значит только муж-жена. Это мама-дочка, сын-отец, это сестры, братья. Понимаете, в чем дело? Это семейный бизнес. И этот бизнес плачивает семьи. Следующий очень важный момент. Здесь очень много мужчин. Здесь есть отдельная мужская программа. Почему я говорю сейчас про мужчин? Запомните, ребят. Мужчины всегда там, где деньги. И благодаря тому, что у нас есть мужское движение, у нас очень много успешных семей в этом бизнесе. И 9 февраля в Москве состоится грандиознейший мужской бизнес-форум. Обязательно, уважаемые мужчины, окажитесь там. Какие частые вопросы есть? Давайте вот частые вопросы, блиц-вопрос, блиц-ответ, чтобы убрать уже все нюансы. Не поздно ли начинать? Все уже этим занимаются. Вопрос. Сколько конкретно в твоем окружении людей занимаются этим делом, кроме того человека, кто вас пригласил на эту встречу? Конкретно, сколько? И чаще всего ответ на пальцах одной руки уменьшается. Я говорю, не путайте. Известность и рефлейм, и насыщенность. Да насыщенности нам, ой, как очень далеко. Если все будут этим заниматься, кто будет врачом-учителем? Ребят, знаете что? Ведь компания не требует, чтобы ты увольнялся сразу с работы. На первом этапе ты можешь совмещать. И ты можешь работать и учителем, и врачом, и параллельно развивать свой бизнес. Но да, если в какой-то момент твой доход в этом бизнесе станет уже преобладать, ты уже будешь принимать решения. Ну, например, в Екатеринбурге есть Лидия Казинец. Она преподаватель архитектурной академии. У нее, кстати, учился Вячеслав Бутусов, да? Лидер группы ДДТ. Наутилус, господи. Дальше, вот смотрите, он, вернее, она до сих пор преподает. Она говорит, зарплаты преподавателя моей хватает только на то, чтобы обслуживать, заливать бензин в мой ландкрузер 200. Она бриллиантовый директор в Арифлейн. Преподавательство, она говорит, для меня хобби, а деньги мне платят бизнес-компания Арифлейн. Что делать, если у меня мало свободного времени? Вопрос. Понимаете, нам здесь платят не за просиженное время, нам платят за созданный результат. Вот это очень важно уловить. Скажите, есть люди, которые за час делают больше, чем кто-то делает за 12 часов. Ведь можно 12 часов имитировать деятельность, а можно один час, но так отработать, чтобы результат получить. Поэтому запомните, нам не платят за отработанное время, нам платят за созданный результат. Следующий вопрос я иногда слышу. Я живу в особенном регионе, как быть? Вот, ребят, я еще ни разу не слышал, чтобы вот какой-то регион не был особенным. Я даже слышал такие фразы, что в нашем регионе йода-дефицит. Представляете, вот даже такое, да? У нас люди не такие быстрые, потому что йода-дефицит. Хотя в этом регионе сейчас большая плеяда директоров разного ранга. Знаете что? В любом особенном регионе, в любом, есть люди, скажите, которые хотят и готовы действовать. В любом регионе есть. Есть в любом регионе люди, которые хотят, но ничего не делают. Есть в любом регионе люди, которые и не хотят, и не делают. Есть. Поэтому я говорю, ребят, нету особенных регионов. Есть разные люди в разных регионах. Мы ищем людей, которые хотят и готовы делать. У меня уже был неудачный опыт, мои знакомые попробовали, и у них не получилось. Я всегда говорю, ребят, значит, не в той команде были. Значит, не в той команде были. Я вас приглашаю в нашу команду. Здесь у тебя стопроцентно получится. Мы со своей стороны сделаем стопроцентно, чтобы у тебя получилось. Единственное, почему может не получиться, если ты сам не будешь действовать на стопроцентно. Какие есть вложения? Есть вложения, ребят. Первое вложение. Это нужно вкладывать свои усилия здесь. По финансовым вложениям мы делаем личный товарооборот от 6 тысяч рублей. Кто-то делает это на личном потреблении. Если вы не можете по финансовым соображениям это делать, у вас наработается база клиентов из тех людей, которые откажут развивать ваш бизнес и скажут, давай я лучше через тебя буду покупать. То есть здесь очень просто. Нужно сказать, что у меня есть свой интернет-магазин в компании Reflame. То есть у меня доступ к оптовым ценам. То есть предложить этим людям покупать через вас. Как быстро здесь можно заработать деньги? Я всегда задаю вопрос, а как быстро ты хочешь? Как быстро? Ну я не знаю, но я тогда тоже не знаю. Как быстро? Как быстро ты хочешь заработать свои первые 10 тысяч, 30 тысяч? Скажи мне, как быстро, и мы с тобой просчитаем под вот это, что тебе нужно делать. Я боюсь, я волнуюсь, а вдруг не получится. Страх и волнение это нормальное состояние здорового человека. Понимаете, в чем дело? Нездоровый иногда, ну это, ну как сказать. Мы боимся высоты кто-то, да, еще чего-то. То есть поэтому бойся и делай, я называю. Чем отличается трус от героя? Трус боится и не делает, а герой боится и делает. Вот и вся разница. С чего начать сейчас? Отвечу. Первое, что вам сейчас нужно, связаться с тем человеком, кто вас пригласил на эту встречу. Вот сразу же. То есть для того, чтобы включиться в нашу команду, вам нужна рекомендация действующего партнера компании Reflame, команды бизнес-модель 21 века. Сразу же, как завершится встреча, напишите, позвоните, свяжитесь с тем человеком, кто вас пригласил на эту встречу. Пять основных функциональных задач, которые нужно делать в этом бизнесе. Первое, приглашать людей в свою команду. Второе, формировать ключевую команду бизнес-партнеров. Третье, что нужно делать, это обучаться самому и обучать свою команду. Четвертое, организовывать личный товарооборот. И пятое, организовывать групповой товарооборот, с которого вы будете получать уже, соответственно, вознаграждение. Вот этому всему нужно и можно научиться. И учимся мы здесь не за партой, ребят, а учимся мы здесь у наставников, у практикующих предпринимателей. Что будет в итоге? Твоя другая жизнь. Какая решаешь только ты. Еще раз повторюсь, нет возможности прорепетировать свою жизнь. Есть только одна генеральная роль. Раз и навсегда. Я желаю каждому из вас для себя четко принять решение. Сегодня, 29 ноября 2018 года, я меняю направление своей жизни. Я его не меняю на 360 градусов или 180 градусов. Я просто делаю корректировку направления своей жизни. Еще раз, свяжитесь с тем человеком, кто вас пригласил на эту встречу. А я вам говорю, до свидания и до встречи на наших командных мероприятиях. У нас все только начинается, потому что мы никогда не остановимся. Большим уважением к вам, Эдуард Васильев. Всего хорошего.